Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике мы расскажем, какие профилактические мероприятия по защите роз от болезней и вредителей обязательно проводить в течение всего лета. Какие баковые смеси и коктейли приготовить для роз, чтобы они росли пышными и красивыми, прямо как в Барнаульском зоопарке. Сегодня мы находимся на территории Барнаульского зоопарка, где в 2018 году нашей агрофирмой был заложен первый в Сибири публичный розарий. На этой территории находятся более 30 сортов сибирских зимостойких роз. Здесь можно увидеть, как нашу канадскую серию розы Квебок, роза Оттава, роза Антарио как раз-таки проходили апробацию на суровые сибирские условия прямо на территории зоопарка. И об этом многие не знали. Только в прошлом году мы объявили о появлении нашей канадской серии, а апробирование своей морозостойкости они уже прошли как раз-таки здесь. Здесь есть розы премиум коллекции, например, Скайхилл, которая полностью вся усыпана цветами. Это белая гора настоящая, красивейшая плетистая роза. Или роза Рапунцель, розовая, многоцветковая и потрясающая. Обратите внимание, что розы находятся в максимальном пике цветения первой волны и при этом листья полностью здоровые. Здоровые цветки, розы красивые и пышные. Чтобы они выглядели именно так, мы постоянно проводим профилактические мероприятия. А какие именно, рассматриваем по порядку. Обращаем внимание, что начинать проводить профилактическую обработку необходимо, когда розы переходят в активную стадию бутонизации. Если у вас розы уже зацвели, их тоже можно обрабатывать. Важный принцип обработки профилактической – это чередование биологических, химических мер защиты и чередование химических препаратов. Поскольку у многих болезней и вредителей постепенно может вырабатываться резистентность, они могут становиться неповреждаемы разными препаратами. Поэтому мы делаем три разных коктейля и чередуем их через каждые 10 дней. Первую обработку роз необходимо проводить против черной пятнистости или против мучнистой росы, в зависимости от того, какая болезнь чаще распространена на вашем участке. Против мучнистой росы лучший препарат – это топаз. Также сочетать обработку топаза можно с актарой. Для профилактики заболевания и заселения роз разными вредителями. Актара помогает абсолютно от всех вредителей, в том числе от паутиного клеща и даже от трипсов, которые чаще всего повреждают розы. Итак, состав первой баковой смеси, первого коктейля, который мы применяем на розах. И рекомендуем это делать вам. Он идеально подойдет как раз-таки для таких дождливых дней. Эти препараты не смываются дождем, если обработать растения правильно. По оборотной стороне листа в первой половине дня. Лучше обработку проводить утром. Состав первой смеси. Препарат топаз, препарат октара и циркон. Циркон – это препарат, который содержит микроэлементы и помогает усилить, сделать более пышным цветение всех типов роста-рос. Этот коктейль можно смешивать непосредственно за один час до применения. Все препараты смешиваются в одном литре воды, затем разводятся до нужного объема и обрабатываются все ваши розы. Подходит даже во время цветения. Заменить октару можно, но это должен быть препарат с таким же действующим веществом. На основе вещества, которое активно в октаре, существует еще одно, называется доктор. Но цена у них не особо отличается, поэтому можно воспользоваться октарой. Второй коктейль, который мы применяем через 10 дней после первой обработки. Это смесь биологических препаратов, для того, чтобы не вырабатывалась резистентность у микроорганизмов. Фитоверм, фитоспорин и циркон. Эти препараты можно смешивать между собой, однако обращаю внимание, что смешивать фитоверм и фитоспорин нельзя с химическими препаратами. Поэтому применяем только такую смесь. Фитоверм, фитоспорин плюс циркон. В нужной концентрации, заявленной производителем. Обработку биологическими препаратами стоит производить также вечером или утром, для того, чтобы хотя бы в течение дня препараты оставались на растении. Обработку проводят по оборотной стороне листа и желательно проводить ее в солнечные ясные дни. Фитоверм достаточно качественный препарат, который может побороться со многими вредителями. Но обращайте внимание, если на розах поселилась тля или паутиный клещ, обработку необходимо повторить дважды, с разницей в 7-10 дней. Третья смесь, третий коктейль, который мы будем применять на розах через 10 дней после биологических препаратов, это защита роз от черной пятнистости, которая, как правило, появляется во второй половине лета. И это вторая по распространению болезн, заболевания роз, фунгицидное заболевание. Для того, чтобы побороться с черной пятнистостью, топаз не подойдет, не подойдет и фитоспорин. Поэтому использовать нужно более серьезные препараты, например, Скор или Абигопик. Обращаем внимание, что Абигопик можно смешивать только с цирконом. Это медь содержащий препарат. Смешивать его с кислыми инсектицидами, пестицидами нельзя, точно так же, как и со щелочными. Медь содержащие препараты можно разводить только в пластиковых емкостях и применять их непосредственно в день изготовления. Поэтому, если вы пользуетесь Абигопик, то разводите только нужную концентрацию и нужное количество. Используйте прямо в этот день. Все эти обработки следует проводить каждые 10 дней, чередуя. Этих обработок хватит на месяц, на весь июль. 1 июля вы можете обработать препаратами топаз, плюс октары, плюс цирконом. Затем через 10 дней повторить обработку фитовермом, фитоспорином плюс цирконом. И через 10 дней повторить обработку только уже другим препаратом Абигопик плюс циркон. Если на ваших розах обнаружились вредители в большом количестве, то необходимо применять дополнительную обработку. Розы мы не используем в пищу. Конечно, если не вы готовите... Розы мы не используем в пищу. Господи. Розы мы не используем в пищу. Конечно, если вы не готовите из них варенье из лепестков роз. Рецепт, кстати, есть у нас на странице. Внизу будет в ссылке. В ссылке. Прям как декабристы. По ссылке внизу в описании во всплывающей подсказке. О том, как проводить подкормку роз, все подкормки за летний период, можно посмотреть на нашем канале YouTube. Ссылка будет в конце этого ролика, в описании и также во всплывающей подсказке. Друзья, большое спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и на другие наши социальные сети. Задавайте вопросы внизу под этим роликом, и мы на них ответим в одном из следующих сюжетов. А также обязательно подключайтесь к нашему TikTok, ведь каждый вторник и пятницу мы проводим прямые трансляции и отвечаем на все ваши вопросы. А на сегодня попрощаемся и пока-пока.